Киев приходит в себя после вчерашней массированной ракетной атаки россиян и оплакивает своих погибших. Одна из жертв российской агрессии – врач Ахмадета Оксана Леонтьева. Во время удара она ехала на работу в больницу. Оксана была онкологом, специалистом по пересадке костного мозга и спасала детей. Сегодня в столице возобновили движение транспорта в центре. За ночь дорожные службы убрали скелеты сгоревших машин, обломки и залатали асфальтное покрытие. Из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве ввели почасовые отключения света. Учебные заведения столицы перешли на дистанционное обучение до конца недели. Вероятность ракетных ударов со стороны России остается высокой. Напомним, в Киеве 10 октября в результате ракетной атаки погибли 7 мирных жителей, 51 пострадал, среди них дети. Кроме того, были повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, больницы. В Киевской области один погибший, 9 человек ранены. Больше о ситуации в Киевской области узнаем у нашего следующего гостя. Это Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Более четырех часов сегодня длилась воздушная тревога в Киевской области. ПВО сбили две ракеты. Уже известно, где упали обломки смертоносного оружия? Да, действительно, сегодня с 8 утра была очень продолжительная воздушная тревога. И у нас отрабатывало ПВО сегодня два объекта. Они упали в двух районах Киевской области. Я не хотел бы сейчас говорить конкретно о районах. Конечно, конечно, только то, что можно. Да, на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что две ракеты силами ПВО были сбиты. И я благодарен нашим героям, вооруженным силам Украины, за то, что они и вчера, и сегодня очень правитворно работали и охраняли, и обороняли наши общины. Ну вот вчера российские ракеты прилетели в три района области, и удары пришлись по критической и гражданской инфраструктуре. О каких последствиях можно говорить сегодня, на данный момент? К сожалению, вчера был тяжелый день, трудный для всех наших жителей. У нас действительно 10 человек ранено, и один человек погиб. Это молодой совсем парень в Броварском районе случилась эта трагедия. У нас на сегодняшний день 32 частных дома, которые пострадали от вчерашней атаки. Сегодня я был на местах, где это произошло, могу сказать, что есть минимум 4 дома, которые полностью разрушены, частные дома. Остальные разрушения либо под капитальный ремонт, либо мы попробуем это сделать таким достаточно быстрым, легким способом, там, где это возможно, отремонтировать крыски и окна. Помимо этого, действительно, у нас было два попадания в критическую инфраструктуру. Из-за этого вчера 330 тысяч человек находились без электричества, но уже очень оперативно. К концу дня у нас оставался только один населенный пункт, который был без электричества и воды. А утром уже мы подключили все населенные пункты. И можем говорить о том, что сейчас полностью восстановлена электричество и подача воды на все города и общины Киевской области. Но вчера в регионе ПВО сбили шесть ракет только над Бучанским районом. Могли бы вы рассказать подробности, по каким целям они были направлены, куда целился враг? Всего вчера было сбито 14 ракет в Киевской области. И мы можем с вами ориентироваться по тому, куда ракеты попадали. Это все были гражданские цели. Ни одна вчера военная цель, инфраструктура не была под атакой. Поэтому мы можем говорить об очередном акте терроризма российской армии. Потому что атакованные, погибшие и раненые люди – это все гражданские, обычные наши жители Киевской области. Очередной акт терроризма, очередные цели, которые мы могли по городу Киеву, по Киевской области. Не имеют никакого отношения к военным действиям. То же самое происходило и сегодня. И эти 32 объекта, которые были вчера и сегодня, которые были повреждены, они добавляются к практически 27 тысячам разрушенным или поврежденным объектам Киевской области, которые у нас остались еще с момента февраля-марта этого года. Жители Киевской области по просьбе властей накануне вечером добровольно снизили потребление электроэнергии почти на 30%. Спасибо им за это огромное. Вы сказали, что график подачи электроэнергии полностью восстановлен после атак. Насколько жесткий сейчас график верных отключений и вообще есть ли в нем необходимость? У нас сегодня, буквально несколько часов назад, был доведен нам лимит. Будут небольшие отключения, но они будут касаться небольшого количества абонентов. И график отключений у нас будет находиться на сайте областной военной администрации. Поэтому прошу всех жителей, пожалуйста, заходите на сайт, смотрите, где точно и когда это будет происходить. Из-за того, что лимит небольшой, отключения не будут длиться больше часа. А вот как в этой связи будут работать больницы, объекты критической инфраструктуры в условиях экономии электроэнергии? И какова потребность в этих условиях в генераторах? Вчерашний день показал, что ситуации могут развиваться по-разному. К сожалению, у нас действительно есть ситуации, когда может пропадать электричество. В стране идет война, ситуация может развиваться совершенно по-разному. И поэтому действительно потребность в генераторах есть. Я хочу сказать о том, что у нас отработан сценарий в том случае, если у нас будут происходить аварийные ситуации, у нас будет разворачиваться 520 обогревочных пунктов Киевской области, которые на сегодняшний уже момент снабжены всеми необходимым оборудованием, в том числе и генератором. Поэтому Киевская область готова к разным сценариям. Видите, благодаря тому, что мы с гражданами работаем в одном направлении. Вчера было сокровено 30% потребления электроэнергии. Я думаю, что и сегодня точно так же люди будут ответственно относиться к этим проблемам, которые вызваны войной, терроризмом российской армии. И только таким образом мы сможем приблизить нашу победу. В Киеве учебные заведения переходят на дистанционное обучение до 14 октября. Как обстоят дела в области? Хотели еще узнать. Мы точно так же сразу же синхронизировались с Министерством образования. Рекомендация, которая была нам дана, органы местного самоуправления отреагировали таким же образом. И действительно решение принято о переведении детей в онлайн режим. Но хочу сказать, что все бомбоубежища, которые есть на сегодняшний момент в школах и детских садиках, они будут открыты вне зависимости от того, находятся ли дети в школе или нет. Это сделано для того, чтобы все граждане и ученики Киевской области могли использовать эти объекты. В случае воздушной тревоги, да, спуститься туда. Скажите, была информация, что в Киевской области усилили патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Хотели узнать, с чем это связано? Это связано с тем, что у нас, вы прекрасно понимаете, ситуация достаточно непростая. И война, она подразумевает более жесткий контроль за... Особенно, когда речь идет о темном времени суток. Особенно, когда речь идет о том, что есть такие угрозы, а так... Это профилактические меры. Мы призваны для того, чтобы в области, в городах и во всех населенных пунктах был порядок, и мы четко контролировали ситуацию на предмет абсолютно разных рисков. Спасибо вам огромное за последнюю оперативную информацию. Спасибо. Напомню, Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации, был с нами на связи. Спасибо еще раз.